Всем привет! Привет! Сегодня опять будет мормоспиннинг, мормышинг, нанаджик, мормодрочь. И в этом видео я расскажу вам про самую примитивную оснастку для этого способа ловли. Многие, наверное, думают, что нет ничего проще обычной свинцовой мормышки с мотылем Беркли. Но довольно часто я использую просто привязанный к леске крючок, а чуть выше зажимаю дробинку. Вот так вот это выглядит. Половим рыбу в этой речке. Расскажу я вам про особенности этой оснастки, ее плюсы и минусы. Блин, тут рыба-то вообще есть зимой. Это та же самая речка, в которой я ловил в одном из предыдущих видео. Ершей с окунями. О, первая рыба, блин, неожиданно, бычок. Офигеть. Неожиданный трофей. Та же самая речка, только чуть выше по течению. После дамбы предыдущего пруда. Летом здесь хорошо отклевали окуни на микроджик. Ну а сейчас такое ощущение, что рыба отсюда куда-то делась. Наверное, буду переходить в другое место. Рассказывать про рыбалку лучше там, где клюет. Да, однозначно надо переходить. Странно, почему здесь нет рыбы. Вот она, городская рыбалка. Одеваешься по-граждански. В туфлях сегодня пошел рыбачить, короче. Вот она, речка эта. Попробуем здесь. Скорее всего, вся рыба скатилась вниз по течению в пруд. Но, возможно, в приямках что-то осталось. Так вот, зачастую рыбе не важно, что у вас там привязано к концу лески. Иногда внешний вид мормышки не имеет значения. Что-то там в воде двигается, и рыбы это хватает. Вот для таких ситуаций отлично подходит эта простая оснастка. О, тут уже есть рыбка. Окунек. А какие у нее плюсы? Ну, во-первых, это простота изготовления. На рыбалку нужно брать с собой только коробку с грузилами и пачку крючков. Во-вторых, можно сделать приманку с нужными параметрами. Необходимой массой груза и размером крючка. Ну, и в-третьих, перестанете тратиться на мормышки. Особенно, если ловите там, где много зацепов. Да и летом эти мормышки фиг купишь. Многие магазины убирают с прилавков зимнюю продукцию. Блин, ну что ж такое с рыбой-то сегодня, а? Ну, вот четкое же место. Ладно, продолжим ловить там, где рыба точно есть и точно клюет. Так что, извините за повтор. О! Ершевич, если вы не видели мое видео про хитрую оснастку для мормышинга, советую посмотреть. Получилось достаточно интересно. Ловля велась как раз вот в этом самом месте. А вода упала очень сильно по сравнению с тем разом. Ну и активность рыбы подубавилась. Но все равно, хоть что-то клюет. А все лучше, чем там, где я был в начале. И сюда. Вот минус этой оснастки, который меня раздражает в первую очередь. Это неудобство с извлечением крючка. А поскольку здесь такое вот шарнирное соединение, то при извлечении крючка приходится браться за его основание, чтобы вытащить. А у мормышки за тело. Это гораздо удобнее. Потому что крючок может быть очень глубоко заглотан. Акунишка. Еще одним минусом этой оснастки является то, что для того, чтобы поменять грузик на дробинку, это ее нужно разжать ножом. Если его нет, то оторвать крючок, снять дробинку, привязать крючок заново. И потом с помощью плоскогубцев зажать на леске нужную дробинку. То есть все время нужен нож и плоскогубцы. А также не до конца понятно, что делать с использованными дробинками. Это их нужно куда-то девать, разжимать потом их. Ну а я лично выкидываю после использования. И каждый раз зажимаю новую. Это мои друзья. Но есть еще один плюс. При желании эту оснастку легко можно переделать в нано-сплит-шот. Если клев совсем паршивый. Как сегодня. Да, ну и клев сегодня. Каждую рыбку приходится уговаривать. Хотя еще совсем недавно окуни выстраивались в очередь за моей приманкой. О! Нифига себе! Ладно, уже вечереет. Буду я собираться домой. Как-то неважно сегодня клевало. Но надеюсь, вам все равно было интересно. и что-то полезное для себя узнали. В общем, на такую оснастку вполне успешно можно ловить. Просто крючок на конце лески. Ну а выше обжимная дробинка. Ловит ничуть не хуже мормышки. До новых встреч! А посмотрите, кто попался уже в самом конце рыбалки. Какой жирный пескарь. Вот здесь вот. Красавец! Ничуть не хуже! Играя. Тихо! Играя. Продолжение следует...